КОНСТАНТИН ИВЛЕВ К приезду известного шеф-повара готовились заранее. Все блюда строго по его рекомендациям. Константин Ивлев разработал меню для школьных столовых. Блюда вкусные и полезные, а самое главное – есть из чего выбрать. Если раньше нами никто не занимался, неважно, есть у человека аллергия, нет у человека аллергии, есть восприятие лактозы, нет восприятия лактозы, то сейчас, слава богу, у нас есть возможность реагировать на такие моменты. И поэтому одно из основных кризисов моего предложения с точки зрения питания является как и возможность, как Ирина уже сказала, возможность выбора. Задача со звездочкой для родителей – накормить привередливого ребенка. Константин Ивлев и российское движение школьников занялись его решением совместными усилиями. Провели опрос и выяснили, каких блюд в меню столовых быть не должно. Самые нелюбимые блюда у школьников – это рыбные котлеты, не хотят есть ни при каких условиях. Также в число нелюбимых попали жареная печенка, гороховое пюре, перловка, полуфабрикаты и серый омлет. Вот мы вывели новое топ-блюдо – серый омлет. Вместо серого омлета – каша-гранола. Приготовить можно как на обычном молоке, так и на безлактозном. Кажется, в новом меню учтены все нюансы. Здесь и овощи, и фрукты, и рыба, и мясо. Каждый может выбрать то, что ему по вкусу. Куриная грудка, индейка. Мы изначально с вами знаем о том, что это недорогой продукт. Шпинат. Шпинат еще с самого детства, с разных мультфильмов, мы знаем, что это дает нашему организму что? Силы. Силы дает шпинат. Сливочный соус дает возможность просто-напросто куриную грудку, если даже зачастую она может быть слегка пересушенной, потому что это вообще белок, то мы как раз макаем в этот соус и что? И получаем ту сочность для того, чтобы просто-напросто это лишний раз еще более комфортно зашло. И, конечно, фаворит всех поколений – пирожки. Без них тоже никуда. Одними из первых эксперимент со школьным питанием оценили ученики 17-й школы. Пирожок с мясом, очень вкусно. Михаил. Слушай, как ты думаешь, что теперь вкуснее будет столовый, если вот эта программа заработать? Да, потому что теперь все стало, как бы, температура вполне хорошая, чтобы для приема пищи. Все свежее и очень вкусно. Очень вкусно. Здесь помидорки, ну и много всего другого. Обычно было много салатов и суп. Вот такой салат, нравится? Очень, да. Разработана Константином Ивлевым, одобрена школьниками. Кстати, контроль питания дети берут в свои руки. РД-шефами уже захотели стать полторы тысячи учащихся. К слову, новое меню пока только рекомендация, легко исполнимая с точки зрения финансовых затрат. Есть, соответственно, задание. Мы его будем делать и мелкими шажками подготавливаться к следующему учебному году, для того, чтобы уже в следующем учебном году уже была ясная картина, а точнее ясная поляна в столовой, как говорится. Одинцовский округ готов принять участие в эксперименте. Новое меню школьники оценят уже в следующем учебном году. А нашей съемочной группе уже удалось это сделать. Сэндвич с тунцом, овощной салатик, куриное филе в сырно-сливочном соусе со шпинатом и облепиховый морс. Сейчас то, что нужно. Богат витамином С. Говорят, это не только красиво, но еще и вкусно. Впрочем, у представителей средств массовой информации есть возможность все это попробовать. Очень хочется верить, что такое действительно вкусное питание скоро будет во всех школах страны. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.